Доброго времени суток! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Давайте посмотрим большой город Днепр, Днепропетровск. Падение Покровска это уже как решенный момент. Осталось только этого дождаться, не так долго я думаю. А там дальше открывается все над Днепром. Главное, чтобы не успели построить оборонительные системы. Но мы сейчас это тоже посмотрим. Итак, Днепропетровск. Скорее всего, что на Днепропетровск будут дополнительные перекидываться ресурсы. Возможно, это помощь от хозяев, который решает, сюда дам, сюда не дам, сюда еще подумаю. А вот, ну, на Днепропетровск они будут давать помощь, потому что понимают, что если Днепр падет, то и все остальное тоже будет сыпаться. Как будут развиваться события в районе Днепропетровска, когда падет Покровск? Ну вот, там обострение будет в ситуации. Ну все, пипец, извините за выражение. Ну и следом падет Днепр, потому что там будет обострение ситуации. Несмотря на то, что будет какая-то поддержка, какая-то вроде бы помощь, там будут только те подразделения, которые там сейчас находятся. И для них это еще и окажется ловушкой. Для жителей это тоже будет ловушка. Ну, на реке же стоит, тоже тут нужно понимать, что там все эти мосты, все вот это вот движение. Придется многим определяться, с кем они и куда они. И что делать, чтобы защитить себя. Придется. Город будет обороняться. Но это будет, знаете, так, не очень. Не очень активно, не очень серьезно, в том плане, что многие моменты, они не будут продуманы, они будут такие, наспех сделаны. А вот. Просто вот мы сделаем, и вот наши победят. Вот эта безумная вера украинцев, что украинцы победят, хотя все теряют везде. Вот. Ну, что делать? Свою голову не поставишь, но хотя бы логику надо иногда включать. Но здесь еще и будут договоренности. Для Днепра. Кого, с кем, сложно сказать. Но будут договариваться для того, чтобы не брать город в лоб. еще и очень большая зависимость. Да, мы знаем, что от мостов и так далее. Но все, что будет происходить, город должен пережить. Это, опять же, ну, ситуация, которая должна быть. Кто бы там чего не возмущался, не сопротивлялся. Чего опасаться мирным жителям? Ну, скорее всего, опасаться того, что военные никуда не захотят уходить. И это еще и будет затягивать ситуацию. То есть, ВСУ не захотят уходить из городов какое-то время. И, соответственно, боевые действия будут проходить, ну, если не в самом городе, то и на его окраине. Ну, давайте посмотрим, как для ВСУ будут складываться дела. Так, кратенько. 50 на 50. Где-то даже успешно, потому что будут моменты, когда для них будет что-то происходить удачно. Вполне возможно, что это будет связано с водой из-за мостов. Там будут задействованы какие-то ресурсы, которые им будут помогать. Ну, взорвут мосты. Потому что у них другого выхода не будет. Вообще, они не будут знать, что с этим городом делать, потому что будут понимать, что все, ничего не удержать, скорее всего, не могут. Ну, вот, пожалуйста. И опять десятка мечей. То есть, ВСУ там ждет большой крах. И очень много погибших. Вот эти две карты говорят о том, что среди ВСУ будет очень-очень много смертей. Вот эти две карты, когда они выпадают вместе, это говорит о смерти человека. То есть, будут уничтожаться. как бы это страшно не звучало. Так что, ничего хорошего ВСУ не ждет. Хотя, удачные моменты будут, и которые как раз затормозят события. Ну, скорее всего, мосты рванут. Ну, давайте посмотрим, как для наших ребят будет складываться ситуация в районе Днепропетровска. Жарко, но стабильно, удачно. И ресурсы будут, и силы будут, и предприниматься какие-то новые технические средства, которые будут помогать двигаться вперед. Так что, наши ребята будут продвигаться вокруг Днепра очень успешно. Ну, носим и заканчиваем. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.